Анатолий Артеменко занимается сельским хозяйством на этой земле с момента распада Советского Союза. Его бизнес переживал взлеты и падения. Но ничто не угрожало даже отдаленно с такой силой, как эта война и российская блокада Черного моря. Этим летом урожай зерновых и масляничных культур просто фантастический, с грустью отмечает Артеменко. И не только на его полях. По оценкам Министерства сельского хозяйства Украины, урожай составит около 60 миллионов тонн. Но Артеменко пока смог отправить по назначению лишь 10% собранного урожая. Остальные 90% по-прежнему находятся здесь. Посмотрите, разве это не здорово? Это зерно, которое кормит мир. Украина кормит, наверное, 20% мирового населения. У нас здесь очень много зерна. Все эти страны, особенно в Африке, ждут наше зерно. Но мы не можем его экспортировать. Очень обидно. А мы его не можем вывезти. Вот. Дуже прикро. Раньше фермер отправлял свой урожай по шоссе в Одесский порт, крупнейший в Украине. Сегодня он отправляет грузовик в другом направлении. Лучший вариант сейчас – юго-западный маршрут через Дунай. Эта узкая дорога сегодня выполняет роль важнейшей транспортной артерии Украины. И она сильно перегружена. Самое страшное – это простое, то, что мы стоим, как склады на колесах. Приходится подолгу ждать, придет корабль или нет. Иногда сидим здесь неделями. На небольшой портовый городок Рени теперь возложена историческая миссия спасения украинской аграрной отрасли. И это сделало его мишенью для России. Снимать в ренейском порту строго запрещено, так что я просто хочу показать, насколько близко здесь находится Румыния, на том берегу Дуная. Хороший пловец может переплыть туда минут за 15. А ведь многие считали, что Россия не осмелится бомбить порт, расположенный всего в нескольких сотнях метров от страны-члена НАТО. Но они это сделали, отправив ранним утром 24 июля беспилотники-шахет. Они уничтожили портовую инфраструктуру и в том числе склад с зерном. Примерно через неделю Россия нанесла удар по другому зернохранилищу, расположенному в 70 километрах к востоку от Измаила. Дмитрий Голубев владелец небольшой судоходной компании зернохранилища в этом районе. Перенаправление торговли через Дуная принесло ему дополнительный доход, но и риски резко возросли. Насколько сильно обеспокоило его недавнее нападение? За свое имущество не переживая, а вот за людей мы переживаем, конечно. Потому что во время атаки наши люди находились в порту, и, собственно, в Измаиле тоже. Мы за них очень переживали. Что там вся эта собственность? Человеческая жизнь — это самое ценное, она бесценна. Хотя украинские логистические компании готовы продолжать работу, несмотря на российскую угрозу, многие владельцы иностранных судов проявляют большую осторожность. И это усугубляет проблему. Кукуруза пробыла в этом хранилище уже три недели, и, наконец, ее удалось вывезти. Ее собираются отвезти в Порт-Рени, где завтра ее будет ждать судно класса «Хёндай». Если Голубеву удастся вывезти все с этого склада, то это добавит к украинскому экспорту еще 10 тысяч тонн сельхозпродукции. Продолжение следует...